90% историй находится под землей. Именно поэтому второе лето подряд в Акерманской крепости продолжаются раскопки. Археологи трудятся уже вторую неделю и радуют находками. Интересный участок между стеной античного помещения и каменным панцирем. Это какой-то завал черепицы, кирпичей. Среди них есть фрагменты светлоглиняных узкогорлых амфор первых веков новой эры. Монеты, судя по всему, тоже римского периода, но после чистки этих монет будет ясно, что за монеты какая дата. Крайней находкой археологов в этой экспедиции является турецкое каменное ядро. Ученые рассказывают, что для крепости данная находка ожидаемая и вполне объяснимая. К слову, крупнейшее ядро в их коллекции – это ядро диаметром 670 мм и с весом около полтоны. Находка довольно стандартная, но когда вы их находите в массовом количестве и они привязаны к этому объекту, крепости, то можно сделать соответствующие статистические измерения и определить, какой калибр, например, участвовал, какие орудия какого калибра участвовали в той или иной осаде. Вот ядра, например, каменные – это ядра 15 века, как правило. И это ядра, которые связаны с турецкой осадой Боязи до 1424 года. К тому же руководители экспедиции сознаются – достать ядро из земли – исключительно инициатива студентов. На это им потребовалось три дня. Студенты порывались три дня подряд вытащить это ядро. Я им говорил, давайте мы будем присыпать это ядро, не будем вынимать, потому что нужно расчистить полностью кладку, расчистить ядро и сделать фотофиксацию. То есть, с какой стороны это ядро стоит, как оно там стоит. Может быть, какая-то дополнительная информация появится. И три дня мы его прикапывали. Вчера мы утром расчистили студенты, расчистили кладку. Впрочем, погода внесла свои коррективы в работу специалистов. В связи с грозой и дождем ночью археологи вынуждены уйти на несколько незапланированных выходных, пока грунт полностью не просохнет. И на то есть весомая причина. Просто надо переждать, чтобы влажный грунт выветрился. Можно копать и сейчас. Но методически это неверно, по той причине, что комки верхнего слоя, значит, комки мокрого грунта, ну, они, знаете, их сложно, так сказать, проверять на предметы, на артефакты, там, монеты, я не знаю, все что угодно, может просто уйти в отвал. Поэтому принято выжидать, пока раскоп высохнет. К сожалению, целый день вот у нас из-за этого пропадет. Главной особенностью раскопок 20-21 является то, что специалисты решили копать не вглубь, а вширь, что дает им совсем иной угол зрения на их предположение. Впрочем, впереди еще несколько недель кропотливой работы. Но археологи уже сейчас могут говорить о проделанной работе. Видим, есть чем гордиться. Главный вывод в том, что Акерман оказался, ну, сродни, например, стенам Иерусалима, да, когда вы можете видеть, например, у дамасских ворот в Иерусалиме, что эти ворота 1537 года, эпохи Сулеймана, турецкие, значит, ворота, да, выстроены, оказывается, на остатках римских стен, которые, ну, грубо говоря, уходят во времена Иисуса Христа. Вот оказывается, что здесь произошло почти то же самое, как минимум, в юго-западном фронте крепости средневековой. Если копнуть, да, то оказывается, что фундаменты средневековой крепости здесь, как минимум, в этой части, в дальней, между прочим, в самые дальние и менее посещаемые, вот они базируются на античных стенах. Видимо, античные стены находились над поверхностью на тот момент, когда у средневековых строителей возникла идея, значит, создания оборонного фронта. Но это уже открытие. В разгар туристического сезона место раскопа стало дополнительной достопримечательностью. И пусть 16-я башня крепости – не самое посещаемое место, любопытные туристы активно интересуются исследованиями давней истории. Кристина Черновалова, Алексей Прокопенко, Константин Нечерет, Телеканал Репортер.